здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске европе пообещали энергоапокалипсис этой зимой причем пообещал сеймур хёрш который много чего знает так что прогноз может избыться боже пропал нам ну что спорим что это правда или не совсем брехня рубрика виноват путин всей мур хёрш заявил что лето и осень двадцать третьего года обернуться для европы катастрофы он назвал отчаянной ситуацию в европе отметив беспрецедентную инфляцию по его словам европейские страны пытаются справиться при помощи сжиженного природного газа который в достаточных количествах не производится и обходится в трое-четверо дороже у них не будет достаточно газа чтобы поддерживать жителей своих стран в тепле не только в германии но и вообще в западной европе сказал он также хёрш отметил что западные санкции в отношении россии не сработали возможно макдональдс ушел сказал он но гамбургеры там продают по-прежнему страна мягко говоря не умирает и люди отлично живут сказал хёрш по его мнению лето и осень этого года обернуться для европы катастрофой и это падет на голову байдена он хотел гарантировать себе возможность переизбрания или повторного выдвижения от демократической партии но потерпит крах прогнозирует журналист истинно вам говорю 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось и как же это понимать мы строили строили целый год строили но так ничего и не построили ведь европейские лидеры и до введения санкций обещали что легко найдут замену российскому газу и после введения санкций тем более они даже отчитались что совершенно избавились якобы от газовой зависимости от россии и вдруг оказывается что ничего подобного целый год прошел а ничего не поменялось сеймур хёрш говорит что грядущий отопительный сезон обернется полной катастрофой впрочем сеймура хёрша в европе не очень любят он много неприятных вещей для них рассказывает но ведь и международное энергетическое агентство то же самое пророчит что грядущий отопительный сезон принесет огромные проблемы для ес а с чего бы вдруг они же говорили что полностью избавились от зависимости от российского газа кто подписал я подписал да я подписал правда здесь надо учитывать как именно они избавились в кавычках от этой зависимости всю прошлую весну и все лето качали наш газ как не в себя наполнили этим газом свои пхг и сразу объявили себя независимыми и всю зиму потом нашим газом отапливались а что теперь а теперь вдруг выяснилось что год прошел россиям не рухнула как справедливо пишет хёрш и посадить в кремле на царство какого-нибудь своего марионеточного лёшика навального у западных коллег не получилось единственное что за этот год реально изменилось вот прям принципиальным образом так это опустили хранилища и что же теперь делать этим независимым ведь рецепт их прошлой независимости сводился к тому чтобы накупить нашего газа отапливаться им всю зиму и говорить при этом что они от него отказались так что теперь для повторения успеха надо снова наш газ закупать что ли нет на это я патить не могу товарищ там нет посоветоваться чепом собственно говоря у европы выхода нет никакого отказаться от санкций они не могут да и вряд ли им это позволит кое-что они успешно закупают через дыры в этих санкциях что-то еще добавит россия когда достроить совместность турции газовый хаб именно поэтому из европы массово бежит энергоемкая промышленность ибо для нее очевидно то же самое никакого выхода из этой ситуации для есть просто не оставили и по этой же причине международное энергетическое агентство и 7 маркерш предрекают старому свету катастрофу этой зимой впрочем для особо талантливых товарищей вроде макрона до той зимы еще досидеть будет само по себе большим успехом и тогда мы все узнаем ответ на самое главное вранье америка же нас фанатично уверяла что россия напрасно ждет наступление усталости от поддержки текущей политики в европе вот зимой и поглядим устала европа или нет сейчас мы поглядим какой-то сухов друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите